Я хочу вас поприветствовать и поблагодарить за то, что вы достойны, честно, очень грамотно провели выборные кампании. По-разному здесь оценивают обстановку, но главное заключалось в том, что мы предложили обществу свою программу вывода страны из кризиса. Наши 10 шагов достойной жизни стали общенациональным достоянием. Мы эту программу издали тиражом почти 20 миллионов экземпляров, а вы постарались эту программу приспособить к своим внутренним задачам, которые решает областная, районная, городская или республиканская организации, перевести на более доступный язык, связанный с нужными трудящимся, получили от них свои наказы и предложения. Я считаю, что наша работа дала хорошие плоды и результаты. Прежде всего, это выразилось в том, что абсолютное большинство граждан поняли и почувствовали, что мы отстаиваем справедливость и их права, что мы совершенно конструктивно подходим к решению насущной задачи. Они увидели, что тот бюджет, который предлагает правительство Медведева, 13,5 триллионов рублей, не решает ни одной задачи. Те темпы экономического развития, которые сложились в нашей стране, усугубили, серьезно усугубили положение трудящихся. Девять из десяти за последние три года продолжали терять свои доходы. Если взять детей войны, в селе они живут на 5-7-8 тысяч, а в городе на 10-12, максимум 13 тысяч. Заплатив коммуналку, не на что покупать лекарства и питаться. Поэтому наш закон о детях войны, который требует примерно 140 миллиардов рублей вложений, снова становится главным нашим требованием. И начав сессию, открывая ее, я выступаю, заявил, что мы этот закон несем в первую очередь и будем настаивать на его принятии. Наши предложения по формированию бюджета развития в 22 триллиона рублей минимум не только обоснованы, но и хорошо прописаны. Мы подготовили закон о национализации минерально-сырьевой базы, который позволил бы работать огромным национальным богатством и ресурсом на каждого человека, а не на 15 кланов. Мы особо в своей программе подчеркнули, что за последний год 200 наиболее богатых граждан Российской Федерации увеличили свой доход на 100 миллиардов долларов. А граждане страны продолжали нищать и основная нагрузка прежде всего падает на них. Поэтому мы считаем введение прогрессивной шкалы налогов исключительно важным. Все сделаем для того, чтобы и это решение прошло. Недавно говорили о том, что страну терроризирует не только уголовщина, но и наркомания, пьянство и правовой беспредел. Так вот, для того, чтобы избавиться от этого, можно было бы еще одну задачу решить. Она связана с тем, чтобы ввести госмонополию на спиртоводочную промышленность и не допускать выпуск фальшивой продукции. За год в стране мы потеряли почти 40 тысяч человек, кто отравлен паленой водкой. Если бы ввели госмонополию, продавали бы и частные лавки, и государственные предприятия, но это бы дало колоссальный доход в общую казну. Хочу вам всем напомнить те примеры, которые мы приводили избирателям. В царское время из 100 рублей живых денег к вечеру спиртоводочная промышленность давала примерно 30-35 рублей, в советское время 25-30 рублей, сейчас дает меньше рубля 80 копеек. И в результате травят людей паленой водкой, спивается в том числе и молодежь, растет наркомания, а казна ничего не получает ни для науки, ни для здравоохранения. Самое позорное пятно, которое есть в нынешней финансо-экономической политике, это беспомощность в развитии реального сектора производства. Президент поставил задачу в послании выйти на мировые темпы экономического развития. Вот в этом году Всемирный Бал дал уточненный прогноз, примерно будет 3,5%. У нас это все топчется вокруг 1%, причем довольно с крупными приписками. Это не решает ни одной проблемы и ни одной задачи. А чтобы иметь мировые темпы и выше, надо проводить совершенно иную финансо-экономическую и социальную политику. Надо вкладывать в базы в отрасли производства, в село минимум 10% доходной части бюджета, вкладывать в промышленность, в развитие станкостроения, электроники и приборостроения, и в аграрный сектор, не вкладываем даже 1,5%, хотя надо минимум 10%. Вот все это заложено в нашу программу, и мы ее реализовывали в ходе выборной кампании. Тем не менее, мы считаем, что партия власти ушла от серьезной выборной кампании, и многие поручения президента и обещания перед гражданами не выполнены. Когда говорят, что только что назначенные исполняющие обязанности получают по 80 и более процентов, я не знаю, за какие заслуги, но когда 8 из 10 не идут на выборы, а из оставшихся получают 80%, то это все равно означает, что 3 четверти граждан не участвовали в выборах, и легитимность такой власти весьма сомнительна. Поэтому мы за то, чтобы выборы были абсолютно полноценными, а это значит реальная программа, сильная команда, конкретные дебаты в лучшее время и честный подсчет голосов. По всем этим вопросам мы с вами готовили проекты законов, но Единая Россия отказалась их принимать в этом составе Думы. Наша задача сегодня подвести итоги, просил бы каждого из вас высказать 5-7 конкретных оценок прошедших выборов и внести реальные предложения по совершенствованию законодательства и всей нашей работы. Здесь у нас Мельников, первый зам предгосударственного Думы, он же у нас возглавляет штаб по выборной кампании. Кашин, академия которой готовила нашу промышленно-производственную программу. Здесь у нас наши лидеры, которые занимаются организационной и идеологической работой. Афонин и Новиков Тайсаев, которые у нас координировали работу по Северному Кавказу. У нас есть сегодня возможность провести разбор полетов, честно и конкретно выразить свое отношение к прошедшим выборам и подготовить программу на будущий выбор. Продолжение следует...